В Дубосарах в одном из дворов расцвела магнолия, довольно редкое растение для наших краев. Теперь соседи заходят к хозяйке не только за солью, но и за селфи. За эффектными снимками в Дубосары отправилась и съемочная группа программы «Шесть соток». Вот это магнолия, растение, можно сказать, неземной красоты. Но как на фоне вот этого чуда не сделать селфи? Есть. Роскошные цветы издалека напоминают бело-розовые зефирины. На ветках. Чем не десертное дерево? Даже в аромате улавливается легкая ваниль и лимонные оттенки. Жаль, камера не передает запахи. В наших краях магнолия – большая редкость. А вот в Юго-Восточной Азии, откуда иностранка родом, насчитывается более 200 видов. У Нины Дмитриевны из Дубосар тюльпановая магнолия появилась 13 лет назад. Та же приятельница, что привозила мне другие цветы, привезла себе магнолию. И от нее отводочек мне сделала. Он был таким маленьким отросточком. Ему надо было спецусловия сначала. Теперь экзотическая гостья – одно из самых заметных растений на участке, рассказывает хозяйка. Главное, что место для него сразу выбрали подходящее – за домом, чтобы защитить от северных ветров. Правда, в прошлом году это не помогло. Апрельский мороз за одну ночь уничтожил все бутоны. Зимой бутоны выдерживают температуру и 15 градусов, а весной, если они уже начали раскрываться, вот эти листики, они не выдерживают. Вот еще необычное растение – травянистый пион. У него вместо листьев мягкие тонкие иголочки. У простых пионов только стебли выходят из земли. Этот уже цвести собрался. А здесь целая коллекция морозников. Цветки у них, как перевернутые фонарики, украшают участок даже зимой. Очень длительный период у них цветения. И цветок, по мере цветания, он меняет цвет. Если он был белый, например, цветок, он все время становится зеленым. А потом, аж летом, где-то в июне месяце, он будет коричневый. На участке у Нины Дмитриевны нет овощных грядок. Говорит, огурцы с помидорами и на рынке можно купить. Ее страсть – экзотическая красота. На нескольких сотках – целый мини-ботанический сад, который с каждым сезоном меняет свои цвета и оттенки. Пенсионерка говорит, для нее это и хобби, и настоящий рецепт долголетия. А еще возможность общаться с другими такими же фанатами красоты и делиться своим опытом в соцсетях. А сейчас фото с Ниной Дмитриевной вместе. Опа! Все. Инстаграм обеспечен фотками. Из Дубасар. Алла Горбатенко, Дмитрий Погоня, Игорь Мацота и Дмитрий Ягодкин. ТСВ.